Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем! Мы рады вас видеть! Слышать всех! И чувствовать! В этом прекрасном знале! С днём праздника такой, который сегодня у нас состоялся! Всех-всех вас поздравляю! Вы уже видели феерическое начало. Мы пытаемся продолжить дальнейшее феерическое продолжение этого нашего замечательного форума. Сегодня мы будем говорить об уникальных вещах, тех, которых подарил нам Творец, которые дала возможность Вселенная нам понять, принять. И я знаю, что именно в нашей компании мы делаем столько открытий на сегодняшний день, причём это природные вещи, они для природы очень известны и понятны. Но нас охватывает дух удовольствия и счастья, когда мы понимаем, на каком этапе мы сегодня находимся. Всем известно, что мы состоим из триллионов клеток. И вы прекрасно понимаете, что наша жизнь – это жизнь наших клеток. И от того, как живёт наша клетка, такова наша жизнь. И, конечно, для того, чтобы клетка жила, ей необходим кислород, ей необходима вода, ей необходимо питание. Но мы заблуждаемся, что клетку надо накормить, клетке дать ещё возможность избавиться, освободиться от того, что она приняла. Вот это самое главное условие, чтобы клетка всегда могла не только качественно жить, но и воспроизводить себе подобную. И вы знаете, клетка подвергается серьёзным-серьёзным воздействием даже на определённых простых физиологических, казалось бы, процессах. Вы знаете, эта клетка подвергается воздействию не только токсических вещей, которые приходят к нам с пищей. Продукты сами жизнедеятельности, они весьма токсичные. Но на сегодня мы говорим о серьёзном воздействии нашего, казалось бы, друга. Это друг, без которого жить мы не можем. Речь идёт о кислороде. Кислород нашей клетке необходим. Без кислорода клетка жить не может совсем. Она погибает мгновенно. Но почему-то этот друг превращается во врага. Это превращение происходит в силу огромных внешних воздействий на наш организм. Радиация, ультрафиолетовое облучение и много чего другое. Это же питание, которое сегодня изобилует искусственные красители, добавки, которые сегодня не приносят нашей клетке никакой пользы. Это как гиподинамия, человек без движения, так и человек, который сегодня... Действительно, мы знаем, что здоровый образ жизни, который многая часть населения сегодня посвящает свою жизнь. А во время тренировок, во время серьёзных физических тренировок происходит серьёзное изменение с этим кислородом, и он превращается в заклятого врага. Речь идёт об окислительных процессах и окислительном стрессе, который подвергается наша мембрана клетки. Вот это всё свободные радикалы, которые действуют на мембрану клетки. В своё время известные физиологи, биологи проводили такое исследование. Они изучали, а что же в клетке является главным. И когда кто-то говорил, главное – это ядро. Но когда они убрали ядро, клетка продолжала жить, но она теряла способность размножаться. Однако, когда убрали мембрану, оставили ядро, клетка погибала. И тогда они сделали ошеломляющий вывод. Оказывается, мембрана клетки – это мозг клетки. Представляете, какому количеству свободных радикалов подвергается мозги наших клеток? И, конечно, для того, чтобы спасать нашу клетку, для того, чтобы защищать нашу клетку, существует разных-разных многих помощей, так сказать, помощи нашей клетки и мембране клетки. Но возник очень интересный у физиологов вопрос. Вот она, мембрана, вот это мозг клетки. Как же так происходит, что в клетку что-то попадает и из неё выходит? Существует ли какой-то механизм, который позволяет в клетку вводить всё необходимое клетки и выводить из клетки всё, что ей не нужно? И, оказывается, такой механизм существует. В своё время известный датчанин, известный датчанин Кристиан Скоу в 1957 году открыл такой механизм, который назвал он натрий-калиевый насос. Это тот механизм, который вот обеспечивает непосредственно питание, поставку питательных веществ в клетку и вывод из клетки отработанных материалов. Представьте два макроэлемента, калий и натрий. И он играет, оказывается, громадную-громадную функцию. Мы бы сказали даже жизнеобеспечивающую функцию, которая при нарушении соотношения этих двух макроэлементов практически мембрана становится доступной попаданию различных веществ. И практически в неё может что-то входить или не входить, или вообще не выходить вовсе. Вот вы видите на слайде, как работает этот калий-натриевый насос. Из вне клетки берётся калий и вводится внутрь клетки, а из клетки берётся натрий и выводится наружу. Вот этот механизм чрезвычайно-чрезвычайно жизненно важный. И от того, сколько будет работать этот механизм, какова концентрация натрия и калия внутри клетки и вне клетки, зависит наша жизнь. Обратите внимание, 1957 год. Только через 40 лет этому учёному была присвоена Нобелевская премия. За открытие этого насоса. Только за 40 лет учёные поняли, насколько это важное открытие, что присудили автору этого открытия Нобелевскую премию. Это 1997 уже год. На дворе 2017 год. И наша компания поднимает роль этого важнейшего механизма, философски жизненного механизма клетки, для того, чтобы клетка жила. Конечно, будет вопрос, конечно, будет ответ. И вы знаете, когда говорят много про натрий, что натрий – это плохо. Мы знаем, как доктора, сколько вокруг натрия объявлено практически войны. Натрий уничтожают, запрещают его употреблять в пищу, особенно тем людям, у кого не всё ладно с почками, с сердцем, запрещают есть соль. Мы знаем, что натрию много-много приписаны плохих, так сказать, ролей. На самом деле это макроэлемент. Он нам необходим, по крайней мере, даже вот в этом физиологическом процессе. Но почему же такая объявлена сегодня агрессия? По поводу натрия и совершенно ничего не говорится о калии. Вот просто исторически, эволюционно всё так сложилось. Мы все от природы когда-то большинство употребляли растительную пищу. А растительная пища всегда была богата калием. И вот так исторически сложилось, что человеческий механизм, организм получал много калия и практически мало натрия. Вам известно из истории, что были даже солевые войны за то, чтобы обладать солью, натрием. И вот так организм построил такие механизмы у нас, что калий свободно получал и свободно отдавал. А так как натрий был в дефиците, если организм получал хоть немного натрия, он его хранил, хранил, хранил. И вот этот механизм до сих пор у нас сохранился. Но на сегодняшний момент изменились условия жизни. Вы посмотрите, сколько в нашем окружении натрия. В каждом продукте, в каждом продукте есть натрий в различном виде. Натрий хлор, глутамат, цитрат и прочее, прочее, прочее. Это всё натрий. И я хочу сказать, что натрий намного мельче по размерам, чем калий. Калий достаточно крупный. Калий любит свободу. Он любит свободу, клетка любит калий, и калий любит свободу. Мы калий теряем молниеносно. Калий уходит нас при стрессе. У калия вообще, вот я ещё вас хочу немножко заострить, что действительно эволюционно в нашем организме сформированы защитные функции сохранять натрий любыми способами. А калий нет, потому что его было много. Ну что его сохранять? Он, его много, мы его питаем, но на самом деле калий утекает очень быстро. Натрий тоже нам нужен. Натрий нужен для мышечных сокращений. Натрий нужен функционирование нервной системы. Это макроэлемент. Но поскольку наш организм не может его сохранять, он уходит легко и приходит он к нам сложно, потому что не сложились сегодня условия нашей питания употреблять те растения, овощи, фрукты, богатые калием. Посмотрите, какие функции у калия. Калий нам нужен для поддержания кислотно-силосного баланса. Калий нам нужен для обеспечения передачи импульса между клетками. Это межклеточный контакт. Калий нам нужен для поддержания нервно-мышечного возбуждения. Калий нужен для поддержания водно-солевого баланса. Калий необходим как катализатор при обмене углевода в нашем организме. Я не буду перечислять все те функции калия, которые вы видите на экране, но они чрезвычайно важны. И если организм наш так приспособился, что дефицит натрия он переносит спокойно, то дефицит калия для организма очень и очень серьезная проблема. Ну, кардиологу тоже сегодня досталось, когда я говорю, опять-таки вы назначаете бесцелевые диеты, опять-таки вы назначаете мочегонные препараты. Посмотрите, что делает организм. Действительно, классическая медицина сюда направлена. И да, когда случается катастрофа сосудистая, потому что во всей медицинской аудитории звучит одна простая практика, что действительно калий – это сердечный ритм, действительно это сердечно-сосудистые системы. На самом деле мы… Но это часто на слуху оказывается утомляемость, усталость, сонливость – это тоже проявление дефицита калия. Обратите внимание, дефициты калия – раздражительность. Почему-то нам начинают калий вводить действительно в кардиологических клиниках, когда человек поступает с какой-то катастрофой. Наша сегодня задача вам показать, насколько многоликие проявления дефицита калия, которыми мы не считаем как таковыми. Апатия, психическое истощение, то есть потеря интереса к жизни, которая в конечном итоге приводит к депрессии – это тоже начинается с дефицита калия. Задержка жидкости, хотя нам всегда говорили, и мы знаем, почему-то я уже еще раз повторяю, натрий мельче, но он в клетку не может попасть. Опять природа. Натрий способен удерживать воду, поэтому клетка его не пускает, клетка не хочет его туда, потому что если натрий… А если он попал в клетку, она старается от него освободиться. И посмотрите, дефицит калия, как раз натрий начинает доминировать, и появляются отеки. Отеки, которые потом действительно вынуждены в экстренной медицинской помощи снимать мочегонными, назначать массу-массу таких пособий, которые приводят как бы к восстановлению функций сердечно-сосудистой системы. Естественно, возникает вопрос, а как же сделать так, чтобы вот этот калий в нашей клетке был всегда? Как? Чтобы клетка удерживала калий? Как сделать так, чтобы калий поступал в нашу клетку? Я вам скажу сплошные рекомендации. Стоит вам обратиться за помощью или посмотреть традиционные рекомендации. Вам будут рекомендовать изюм, курагу, запеченный картофель. Слышали кто-то об этих вещах? Слышали? Но вопрос, сколько же вы их будете есть? И сможете ли вы обеспечить постоянный отток калия? Калий мгновенно уходит. Вам достаточно пойти в спортивный зал и потренироваться. Вам достаточно хорошо физически потрудиться. Вам достаточно пройти по воде при температуре 32-34 градуса, и вы вспотели, и потеря калия. Вам достаточно вообще хорошо-хорошо какую-то стрессовую нагрузку перенести, потому что наша задача вам сегодня показать роль этих макроэлементов гораздо шире, потому что обычно разбирается роль калия в какой-то патологии, в каком-то заболевании. И действительно, эти два очень серьезных макроэлемента находятся в соотношении. И клетка очень любит калий. Вот он такой свободолюбивец, он постоянно покидает наш организм, потому что он любит свободу. А натрий такой трудяга, а его еще и запрещают есть, и еще не понимая, что очень важно соотношение этих макроэлементов. Но если вы внимательно смотрели ролик, когда мы показали калий-натриевый насос, там была одна такая зарисовка. Если можно воспроизвести сейчас снова этот ролик, мы были бы очень-очень довольны. Внимательно обратите на такую подтекающую молекулу. Посмотрите, она подтекает, как бы дает такой толчок. Вы видели? И ушла. Видели? Вот эта молекула называется АТФ. Она отдала энергию и включила этот механизм натрий-калиевого насоса, и он начал работать. И если будет АТФ, будет работать насос. Не будет АТФ, насос работать не будет. Это наши электрические станции, которые вырабатывают 90 граммов АТФ в нашем организме. Вопрос, а много это или мало? 90 грамм, много или мало? Трудно сказать, но могу сказать, за 10 секунд наш организм эти 90 граммов все израсходует. 10 секунд. И нет АТФ. Представляете, сколько нужно времени, чтобы АТФ тут же восстановилось, если не будет восстановления, проблема. И вы знаете, вот этот обмен, который постоянно в нашем организме идет. АТФ мы начинаем выбирать из белков, из жиров, из углеводов. Это постоянный-постоянный приток, потому что без него вся жизнь останавливается. И вот этим, а сама АТФ, она разрушается, снова восстанавливается. И вот этим уникальнейшим природным процессом руководит вот такой углевод под названием Рибоза. Это изумительный, восхитительный углевод, который способствует увеличению производства АТФ в 3-4 раза. За короткое время 3-4 раза. Посмотрите, 300-400% увеличивается приток энергии, и когда идет восстановление АТФ, энергия восстанавливается на 700%. А если у клетки появляется энергия, она способна себя воспроизводить. И вот эта скорость воспроизводства возрастает в 7 раз. Вы представляете, что делает Рибоза? Казалось бы, простой углевод, он не только запускает этот насос, но он еще дает условия, чтобы клетка себя самовоспроизводила. То есть это одно из условий омоложения нашего организма. Очень важный момент. Получить Рибозу откуда-то с продуктом питания практически невозможно. И внутри у нас очень мало. Мы испытываем колоссальнейший дефицит. Отчего сегодня? Посмотрите, как снежный ком наворачивается всякой патологией. От самых простых до самых тяжелых, с которыми мы встречаемся. А теперь приготовьте свои ладошки. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Мы с вами сегодня обладаетели уникальнейшего продукта под названием Пентагон. Представляете, в этом продукте находится вся физиология, жизнь клетки, ее молодость. Это продукт, который состоит из потрясающей биодоступной формы употребления в виде шипучего напитка. Почему сделан шипучий напиток? Потому что вот этот шипучий напиток увеличивает до 97,5% усвоения этого продукта. Какая скорость усвоения? Какое качество продукта? И посмотрите, в этом Пентагоне находится калий, который любит свободу. Но мы его нашли. Как унять, как его удержать, этого свободолюбивца? Мало его удержать. Мы нашли ему транспортное средство. Вот оно, транспортное средство, витамин С. Витамин С. Он на нем, как на тележке, попадает в клетку. Представляете, какой мудрец. Природу не обманули, а природу уговорили и сказали, все у нас классно, все у нас замечательно. Вот он, калий, на этом мощном транспорте витамин С и рибоза, как энергия, которая доставляет его внутри клетки попасть. А я бы сказала, это межконтинентальная ракета с добровольцами, добровольцами клетки. У клетки не возникает никаких вопросов. Она действительно открывает все каналы. Причем, когда недостаточной энергии в клетке, недостаточно, она не может закрыть калиевый канал, и калий утекает. Поэтому, посмотрите, рибоза, та в этом катере, стремительном катере, несется клеткам. Любым клеткам, услышьте, пожалуйста, все вы здесь сидящие. Независимо от того, какая клетка, все клетки нашего организма получают это сразу, одновременно. И пентакан, кому он показан? Кому показан пентакан? Вот скажите, пожалуйста, кто против этих механизмов может сказать какие-то свои сопротивления? Я считаю, абсолютно нет. И когда нам говорят, что нет, этот продукт нужен обязательно тем, кто заболел, у которого уже развелись страшные диагнозы и заболевания. Всем, кто активно занимается физическими упражнениями. Все спортсмены. Я полагаю, что в каралон-клубе все активно занимаются. То есть всем без исключения показано. Всем без исключения. Пентакан абсолютно показан при всех состояниях, которые требуют коррекции, он постоянно утекает. И вам на слайде видно все эти показатели практически. Да, там будут, как обычно, ограничения рекомендаций, типа беременным женщин, кормящим матерям. Я вам честно хочу сказать, мы в своих клинических проводили исследования этого продукта. Он действительно очень рекоменда... Мы полтора года изучали этот продукт. Полтора года различные клинические испытания. Результаты мы чуть скажем позже. И я вам хочу отправить еще в одну историческую часть. Вот сейчас попрошу зал всех взять, так вот ладошки соедините вместе. Соедините вот в кулачки. Соединили? А теперь просто посмотрите на эти кулачки и поблагодарите. За что? Под кулачки. Вы знаете, сейчас будет у вас серьезное откровение. Вы просто сейчас сначала поблагодарите про себя, а потом возьмите один кулачок, вот так в стороночку отведите, я чтобы вот видела, как вы выполняете задание, и вместе за мной делайте вот такие сокращения. Поработаем, поработаем. Не торопитесь, не торопитесь. У кого-то будет 60 ударов в минуту, у кого-то 40. Кстати, дефицит калия приводит к снижению сокращения. А я вам буду говорить, что мы еще не час будем сокращать, а мы будем не двое суток, а мы будем 10 лет, 20. А кто-то из 120? О чем я сейчас показываю, да? Вот смотрите, вы все про это думаете. Вот про это думаете. И, кстати, хочу сказать по статистике, что самые проблемные с человеком случаются трагедии и депрессии, когда что-то происходит с сердцем. Я бы хотела сказать всем вам пожелать, надо за сердцем, не потому что это... Это просто насос. Вот представьте, он просто качает. Но он же находится в зависимости от всей деятельности нашего организма. Кстати, нужно не столько за сердцем, сколько за мозгом. Вот всем сегодня информация для мозгов. Потому что когда мозг отключается, сердце начинает хорошо себя чувствовать. Оно уже не колышется. Но она-то сокращается. Посмотрите. 1920 год. Я не отправляю вас в 17 век, когда ученые, Мальпиги, итальянец, Гравей, которые изучали физиологию, описали большой и малый круг кровообращения. А потом появилась описательная часть, что есть крупные магистральные сосуды, а есть еще мелкие. И назвали капилляром. И в 1920 году Нобелевская премия была присущена еще одному датчанину Крогу, который описал действия капиллярной сети. И наши капилляры – это практически второе сердце. Это то, что несет непосредственно все необходимое для жизни клетки. Самый непосредственный доставщик питательных веществ клетки. И посмотрите, сердце качает. Вот оно прокачивает. Вот мы ему оба благодарили. А 80% крови находится в капиллярах. И был очень потрясающий ученый Залманов, который незаслуженно был развенчан, хотя у него были потрясающие работы, основаны на этих исключительно научных подтверждениях, о которых говорил, что действительно наша капиллярная сеть дает возможность функционировать нашим органам. Мы специально показали на этом слайде, причем можете зайти в интернет, найти много. Это лекарная вязь, это все капилляры. И если их 100 тысяч километров в капиллярной сети. Если их вытянуть в длину 100 тысяч. 80% крови находится в капиллярах. И вы беспокоитесь за свое сердце. Вы беспокоитесь за свои сосуды. И вы практически не задумываетесь о своей капиллярной сети. А это наше второе сердце. Естественно, у нас возник вопрос. А как же меняется эта капиллярная сеть под влиянием наших продуктов? Вот вы видите на слайде, это нормальные капилляры. Вот это мы видели уже много раз. А где наш волшебный чемоданчик? Его нам не вынесли? На протяжении полгода, благодаря нашей изумительнейшей компании, вот это действительно надо что-то хорошее сделать, чтобы попасть под патронаж наших руководителей, которые постоянно идут впереди в ногу со временем. Причем капилляры описаны уже больше 100 лет. Но под таким фокусом, который мы сегодня рассматриваем, мы действительно, у нас дух захватывало то, чего мы смогли оценить. С помощью капилляроскопа оценивается периферическая фаланга безымянного пальца. Тут есть такая же топография, как на радужке глаза, как на ухе. И мы практически каждую зону смогли оценивать и смотреть. Вот сюда вставляется пальчик, и мы все видим. Посмотрите, какой красавчик. Маленький, удобный. Я его прокурором называю. Когда смотрю капилляры в области мозга, и чувствую, что человек меня не слышит, я говорю, ну что с тебя взять? У тебя два капилляра всего в мозге, которые функционируют. Поэтому я на тебя говорю, не сержусь. Ответ сейчас есть. Действительно, когда мы стали оценивать эту капиллярную сеть, и то, что вы сейчас вот видите на этих картинках, это уже наши исследования. Когда мы увидели, вы кто-то, если поближе видите, как мерцает, это скорость продвижения по этим капиллярам. А вот следующий слайд. Вот это капилляры плохо работающие. У среднестатистического, который вообще не думает о втором сердце, а боится за свое первое сердце. Запустелые капилляры, не хватает там крови. То есть клетка регулярно не получает то, что нужно для жизни. А скажите, у нас с вами тема есть, да, как кровь помочь. Вспомните, сколько мы по этому поводу постоянно говорим и рассказываем уникальных вещей. Сейчас с помощью капилляроскопа. Причем каждую зону можно отдельно посмотреть. И, конечно, мы поставили себе цель, как же влияет наш пентакан на капиллярную сеть. Но мы же сказали еще об очень интересном вам случае, такой, как окислительный стресс, как его связать. И представляете, вы даже не гордитесь до сих пор. Вот я бы хотела воспеть вам эту гордость, которой мы сегодня есть. У нас есть уникальнейший продукт, которого вообще равных нет. Наш известный H500. Аплодисменты ему. Это уникальнейший продукт, который дает возможность нейтрализовать свободные радикалы. Мы это знаем. Мы 15 лет работаем с этими уникальными вещами. А тут появляется практически достоверный показатель. А посмотреть, как коралловая вода вместе с H500 и вот уже такой скоростной ракеты межконтинентальной, который называется Пентакан. Верните капиллярный, с ним это. Вот это исходное видео капилляров, исходное. До употребления коралловой воды. Посмотрите, какие они неполноценные. Помните, в первый слайд. Ровненькие, как свечечки, ровные, как шпилечки. Посмотрите, что это делает. И после Пентакана 30 минут прошло. Пентакана и H500. Посмотрите, это же зона. Мы увидели, количество капилляров увеличилось. Посмотрите, как увеличилось количество капилляров. Какого они стали качества. Субъективно человек сказал, у меня такое ощущение, что у меня мозги прояснились. А это, кстати, капилляры проекции головного мозга. Да, я не буду даже говорить, чьи. И, конечно. Я не буду хвастаться, я сегодня скромная. Действительно, это капилляры головного мозга мои, потому что мне было это очень интересно. И когда я это все приняла, когда Эрику подошла в Астане, я говорю, Эрик, хочешь посмотреть твои мозги? Мне говорят, не надо. Я и так вижу, что с мозгами все нормально. Действительно, это были наши откровения, которые вот сегодня мы хотим вам передать, что мы впереди планеты сей. А если совсем-совсем спокойно, посмотрите, есть еще очень серьезная доказательная база. Мы же еще хотели посмотреть, как меняется качество крови. Вот тоже исходная картинка капельки крови. И после употребления коралла майна, аж 500 и пентакана. Вот практически все, кто употреблял такой продукт, вот была такая картина. Ты что так спокойно? Посмотрите, какая картинка! От приема пентакана, коралловой воды и аж 500. Это кровь жизни. Это кровь благополучия. Кроме этого, мы оценивали еще и возраст сосудов. У нас есть еще один маленький такой приборчик. Так вы знаете, на фоне приема этих уникальных продуктов уменьшается через 30 минут. А поскольку, представляете, насыщение-то кислородом-то идет классное, и возраст сосудов становится меньше. Вы знаете, вот те счастливые глаза, которые мы увидели у наших клиентов, которые приходили, все это смотрели и чувствовали. Но я вам точно хочу сказать, что если вы не занимаетесь всеми теми условиями, которые есть в компании, коралл-детокс, который уже шагает по планете, он помогает осуществить, выходить этим токсином, потому что там есть все условия включить и желудочно-кишечный тракт, и включить ферментную систему, и самое главное, включить толстый отдел кишечника. Потому что мы стали встречаться с очень интересными проявлениями, когда люди недостаточно употребляют коралловой воды, даже находясь в коралловом клубе. Люди, которые недостаточно употребляют, проводят вот эту естественную дезинтоксикацию, они начинают принимать пентакан, и у них начинает появляться некий дисбаланс. И они начинают говорить, ой, я его не переношу. Нет, ты его переносишь, очень много токсинов, им нужно помогать. Поэтому мы с вами сегодня имеем серьезнейшую, серьезную, я бы сказала, пентакан – это третье сердце. И когда я профессору сказала, что третье сердце, он говорит, ну давай теперь будем открывать сердца в нашем организме. Я говорю, будем, потому что вот это сердце, которое сокращается, оно действительно приходит в износ только потому, что на периферии, на мембране клетки, в капиллярах не состоит тех условий для жизни и процветания. И вы поняли, что пентакан – это ключ к здоровью и молодости клеток. И мы вас с этим поздравляем, потому что мы сегодня находимся… Вы в руках имеете такой мощный продукт, который позволит вам не только сохранить здоровье, но и омолодиться. И вы находитесь у истоков омолаживания, у истоков долгожителя, потому что сегодня круг вот этот, который касается… В основе которых находятся Нобелевские премии. Мало бы открывать, нужно еще помогать. Сохраните себя в неустроенном мире. Не теряйте лицо, свою жизнь торопя. В новой должности, в новой уютной квартире. И в бесславии и славе. Сохраните себя. Сохраните себя, если вам изменили. Если вы не попали в ее короли. Сохраните себя, если вас уронили. Сохраните себя, если вас вознесли. С праздником, дорогие друзья! Доброго вам пути! Удачи! Вы в лучшей компании! Вы с лучшими людьми! Вы находитесь на рубеже серьезных открытий. И все нам по плечу, потому что дело мечты… В ваших руках мощнейшее средство здоровья и молодости. Дело мечты набирает… Молодости ваших родных, близких, детей, внуков. Удачи вам! Мы вас любим! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!